Остановились на обсуждении непрерывного случая. И в связи с этим нужно пояснить, наверное, как вообще непрерывный случай возникает. Вот сейчас я вкратце об этом расскажу. Ну, так, давайте вот еще так напишем. Магнатик Гизенберг. Магнатик Гизенберга. Вот так как мы определяли интегрируемую систему через р-матричный формализм матрицы ЛАКСа, матрицы монодромии. Ну, вот давайте напомним. Значит, у нас цепочка интегрируемая определялась так, что в каждом узле сидит свой набор переменных S и T. Вот в этом узле сидит матрица S и T. Этому же узлу мы приписываем матрицу ЛАКСа L и T. вот такого вида. А после этого мы составляем матрицу монодромии. как произведение всех ЛАКСа L по узлам. Дальше мы делали такое утверждение, и было у вас упражнение, что если все Л, каждая в отдельности, удовлетворяет квадратичной р-матричной структуре, то тогда этой структуре удовлетворяет и матрица монодромии. T1, T2, R1, T2, Z-W, T1, T2. Здесь тоже от Z, W. Отсюда, в свою очередь, следует, что следы степеней матрицы T находятся в инволюции. Если так обозначим, T, K, T, маленькая, от Z, то тогда вот отсюда следует, что T, K, T, от Z, T, L, от W коммутируют относительно скобки по сумму. Ну вот, значит, мы таким образом можем вычислять вот эти вот гамильтиняны, раскладывать T по степеням Z, и то есть вот этот объект, это производящая функция гамильтинянов. Так как каждый L содержит простые полюса, то, ну вот можно было бы по полюсам написать это выражение, выражение, да, разложить по полюсам, по степеням полюсов. В общем, представить в виде какой-то производящей функции, скажем, выбрать какую-то точку, хоть даже Z равное нулю, и разложиться в окрестности этой точки. И тогда вот, начиная с какой-то степени, тут зависит от того, какая именно точка, будет набор коэффициентов, и каждый из них будет законом сохранения. Это, конечно, мирная механика. Мы от нее хотим перейти к теории поля. Вот то, что мы недавно обсуждали, что можно вместо уравнения ЛАКСа, ДТЛ равняется коммутатору ЛМ, обсуждать уравнение нулевой кривизны. ДТУ минус ДХВ равняется коммутатору УСВ. Ну и вот тот пример, который мы рассмотрели, там матрица У была в точности такой же, как матрица Л. Вот единицу мы убрали и написали ее вот в таком виде, где была бесследовая матрица 2 на 2. Так. Значит, вот что мы увидели, что вот такое уравнение может описывать непрерывный магнетик Гейзенберга. Вот уравнение, которое получается вот такого вида. И матрицу В мы тоже выписывали. явно вот такой вид она имела. Плюс H на Z, где H где H было решение, ну давайте сразу напишем. 4 на лямбда квадрат с Sx. Вот это напоминание из прошлого раза. а лямбда это была постоянная такая, что такая, что S в квадрате равнялась единичной матрице 2 на 2 умножить на лямбда квадрат. то есть это означает, что спектр то есть собственное значение матрицы S это лямбда минус лямбда. Исходя из этих данных, вот мы убедились, что вот это вот уравнение нулевой кривизны эквивалентно вот этому, которое называется уравнением Гизенберга. описывает поведение векторной магнечности в магнетике Гизенберга. И какое все это отношение имеет к тому, что было раньше, вот к вот этой матрице мандромии Т и ко всей этой истории. Вот смотрите, ну, во-первых, конечно, тут подразумевается непрерывный предел. Непрерывный предел, когда вот эти вот S и мы будем считать и заменять на координату вот на окружности или на прямой. И вот эти вот расстояния стремить к нулю, количество узлов N стремит к бесконечности. Тогда вместо набора и сытых мы получим в пределе поля S от X. Но так сказать, непрерывный предел это одно дело. Другое дело, что мы видим сразу, что вот в этом уравнении, в уравнении Гизенберга, у нас система локальная. Она записывается через производные полей. Через производные по X. Это означает, что с точки зрения вот этой вот исходной механической системы, в которой мы собираемся делать предел, взаимодействовать между собой должны только ближайшие соседи, ближайшие узлы. В нашем случае это не так вообще-то. Вот то, что здесь написано, что монодромия есть произведение всех элей, а потом мы считаем там след T, может быть, даже какой-то степени буквы T. Тогда так не получится, потому что в этом выражении будут произведения всевозможных S-ов из всех узлов. То есть вот эта модель, которая описана здесь, так ее называть правильно было бы, обобщенная, дискретная цепочка, обобщенная, в смысле, что вот здесь есть вот эти параметры неоднородности. Она вообще-то не локальна, то есть у нее взаимодействуют все узлы со всеми. А нам для того, чтобы перейти вот к этому случаю, этот случай отвечает физически осмысленной ситуации, когда меряется вектор на магниченности в каком-то магнетике. Чтобы сравнить с экспериментом, нам нужно описать конкретно вот это уравнение, вот эту систему. Нам надо тогда понять, как та схема вкладывается в эту. То есть нам нужно предъявить вот в этой системе сверху локальный гамильтаниан, когда взаимодействуют только соседи. И такой гамильтаниан, хотя эта ситуация с точки зрения общей системы специфическая, но такой гамильтаниан строится. Вот давайте вкратце скажем, как. Значит, локальный локальный гамильтаниан. Как его построить? Ну, во-первых, во-первых, давайте скажу так на уровне идеи, что самое общее, потом чуть поподробнее. Общая идея будет такая, что вот у нас есть эта самая матрица монодромии. Давайте рассмотрим такую точку, пусть она существует. Значит, пусть существует какая-то точка Z равная Z0 такая, что все L и вырождены в этой точке. То есть детерминант L Z равен нулю для любого И. тогда каждый этот L представляется в этой точке, конкретно в этой точке в виде произведения строки на столбец. Значит, теперь берем вот эту матрицу монодромии в этой точке и пишем полученное произведение. альфа N BtN на что тут теперь альфа N минус 1 BtN минус 1 и так далее альфа 1 Bt1. Ну, теперь понятно, а после этого мы должны посчитать след. Значит, под следом мы можем перенести альфа N в конец, тогда получится, что вот след T от Z 0 разложится просто в произведение в произведение скалярных произведений. Вот так. И так далее. И в конечном итоге Bt1 с альфа N. вот и это уже это уже близко к тому, что мы хотим. Почему? Потому что вот если теперь взять логарифм вот этой штуки, ну, это вот вот этот объект мы раньше называли T1 от Z 0. Значит, если взять логарифм T1 от Z 0, тогда получится сумма логарифмов вот B бета и тых бета сейчас бета альфа альфа и минус 1. Вот. И здесь уже взаимодействуют только соседи. Нам хотелось бы еще то есть каждым слагаемым содержится взаимодействие только соседних узлов. Но нам хотелось бы записать это в каком-то более человеческом виде, скажем, чтобы вот в этой сумме присутствовал логарифм произведения S и этого на S и минус 1. А тогда подставим даже давайте не так сейчас по-другому немножко напишу. Вот вот так наверное было бы желательно. Но чтобы так получилось вот этих слагаемых недостаточно. Действительно посмотрим, что здесь есть. Здесь логарифм давайте напишем альфа и бета и на альфа и минус 1 бета и минус 1. это есть. Вот эти вот два объединим. Да, здесь имеется ввиду еще след. След угловыми скобочками напишу. Так, и тогда здесь получится логарифм бета и альфа и минус 1. но еще логарифм наоборот альфа и бета и минус 1. Вот значит мы видим, что мысль в общем правильная, то есть мы предполагаем, что допустим есть точка, в которой все или вырождены, то есть представляются в виде произведения строки на столбец, тогда след матрицы монодромии факторизуется. Вот трансферматрица классическая вот так вот записывается, а ее логарифм есть сумма каких-то выражений, которые зависят только от соседних узлов. Но чтобы иметь вот что-то осмысленное, выраженное в терминах или, нам тут слагаемых не хватает. Вот у нас есть бета и альфа и минус один. Это вот один кусок, а второго куска нет. Вот я сейчас скажу, как этот второй кусок добавить. Но прежде давайте еще обратим внимание, когда же может быть такое, что когда выполняется условие, что все детерминанты вырождены в одной и той же точке. Вот у нас есть наша матрица и от Z она была такой 1 плюс S и Z минус Z и где S и это матрица 2 на 2. И давайте считать, что она обисследовала. То есть S и можно разложить в базисе матриц Пауля. Детерминант L E Z записан через компонент матриц Пауля будет такой вид. вообще для любой матрицы вот если у вас есть A0 на единичную еще плюс A альфа сигма альфа от 1 до 3 тогда детерминанта равняется A0 в квадрате минус A1 в квадрате минус A2 в квадрате минус A3 в квадрате в квадрате в квадрате в квадрате в квадрате есть от индексы и это условие ну и вот его можно разрешить следующим образом самый такой вроде бы простой естественный способ он как раз работает что давайте положим что все Z равны Z для любых EJ для любых EJ ну на самом деле если они все равны то Z можно еще немножко сдвинуть и сделать так чтобы все они были еще равны нулю это с одной стороны а с другой стороны потребуем чтобы сумма с альфа и их квадрате по альфа равнялась одному и тому же числу для любого и это означает что каземиры орбит каземиры орбит в узлах не зависит от номера они одинаковые все слышно меня все нормально да 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 все хорошо да так на всякий случай просто убедиться да ну то есть это означает что собственные значения вот всех матриц устроено вот таким образом это лямда минус лямда хорошо да и тогда смотрите значит тогда наши условия на детерминат превратится вот во что условия на равенство нулю детерминат вот это вот сумма то есть лямда квадрата это должно равняться вот это самая точка наша в которой все вот именно в таком вот случае как мы здесь описали это случай специфический с точки зрения общей системы да потому что мы зафиксировали все параметры неоднородности вот мы теперь не можем в каждом узле сдвигать спектральный параметр на какую-то свою величину это во-первых а во-вторых еще мы зафиксировали все собственные значения тоже в каждом узле причем они все одинаковые вот только в этом случае мы сейчас сможем воспользоваться вот этой вот конструкции к тому же мы еще вот что видим что вот это условие на z ну если оно выполняется для z0 то оно выполняется и для минус z0 вот то есть оно выдерживает изменение знака и вот этим как раз мы сейчас воспользуемся вот каким образом что смотрите значит у нас из нашей конструкции следует что следы t от z коммутирует со следами t от w возьмем в качестве w минус z тогда что за объект при этом получится получится матрицы входящие вот t от минус z как устроен ну вот собственно говоря так же как и как и было раньше теперь вот каждая l входящая в это произведение от минус z это есть единица не плюс а минус с и т на z теперь как мы запишем вот смотрите дайте значит дайте я напишу ответ а потом прокомментирую запишем это мы вот так sigma 2 l it z все это транспонировано еще раз sigma 2 до напомним значит что матрица паули вот так устроено sigma 2 sigma 2 транспонированная равна минус самой себе а sigma 1 и sigma 3 симметричны да то есть смотрите когда мы транспонируем транспонируем то меняется sigma 2 компонента этой матрицы меняется знак вот если мы взяли 1 плюс с и назад и транспонировали его то меняет знак с и т2 при транспонировании так сопряжение сопряжение с помощью sigma 2 меняет знак у остальных компонентов у первой и у третьей да потому что ну просто потому что вот что на первую что на третью сопряжение из-за коммунционных соотношений на матрице паули да то есть значит еще раз сопряжение sigma 2 меняет знаки первой и третьей компоненты транспонирования у второй то есть тем самым действительно чтобы полностью поменять знак у матрицы 2 на 2 вот бесследовый можно это вот таким способом записать извините пожалуйста Андрей Владимирович там sigma 2 sigma 3 sigma 2 наверное тогда внизу sigma ну да да правильно сейчас sigma 2 sigma 3 sigma 2 равно минус sigma 3 да спасибо я прошу прощения я немного опоздал но вы можете пожалуйста вкратце что мы рассматриваем просто сказать значит мы хотим построить локальный гамильтаниан локальный такой чтобы он зависел от соседних узлов потому что вот значит если следовать той логике которую мы описывали используя рматричную конструкцию вот стартуем с классической рматрицы пишем скобку пуассона в рматричной форме отсюда выводим скобку пуассона на матрицу монодромии она имеет такой же вид отсюда заключаем что следы степеней матриц монодромии то есть трансформатрицы между собой коммутируют и мы их можем взять посчитать но они будут описывать взаимодействие всех узлов со всеми это ничем совершенно неплохо но это не не отвечает вот той ситуации которая есть в непрерывном магнетике вот мы в непрерывном случае вывели вот такое уравнение которое является следствием вот этого уравнения нулевой кривизны и мы знаем что это физически осмысленное уравнение оно вот описывает векторную магничность но физическая осмысленность она в том числе выражается и в локальности взаимодействия то есть это уравнение содержит только производные от поля с это означает что вот дискретизованной версии вот этот магнетик который мы здесь описывали это дискретизация должна быть вот этой модели но вот в этой дискретизации должен быть какой-то гамильтонян какой-то поток гамильтонов который бы описывал взаимодействие только соседних узлов и вот мы его пытаемся построить значит то что мы выяснили что во-первых вот ну вот есть такой трюк который позволяет локальное взаимодействие организовать трюк стоит в том что нужно взять матрицу мандромии в специальной точке z равная z 0 причем точка должна быть такой что все или операторы вырождены в ней одновременно тогда каждый из них представляется в виде произведения тензорного произведения строки на столбец значит вот мы это записываем берем матрицу мандромии в этой точке записываем это произведение тогда считая след дальше мы объединяем вот здесь вот альфа у нас это альфа строка а бета столбец но поскольку мы будем считать след то мы после этого вот объединяем вот такие пары бета с альфой а это уже соответственно столбец на строчку то есть просто скалярные произведения то есть в этой точке след матрицы мандромии есть произведения вот таких вот скалярных произведений из соседних столбцов и строк значит логарифм такого объекта тогда будет суммой логарифмов строк и столбцов вот тоже из соседних узлов это уже по крайней мере похоже на то что мы хотим это похоже на во всяком случае это выражение уже обладает свойства локальности действительно здесь присутствует взаимодействие только соседних узлов а не всех со всеми для того чтобы значит вот получился какой-то ответ записанный в терминах элей эль итых то есть мы бы хотели иметь вот какое-то вот такое выражение нам тут вот кое-что не хватает у нас буквально если мы считаем так как здесь написано получится сумма логарифмов бета итых с альфа и минус 1 а нам бы хотелось вот иметь логарифм скажем литого с ли минус 1 тогда вот один кусок в этой сумме присутствует бета ит и альфа и минус 1 но не хватает наоборот вот не хватает того который дважды подчеркнут и сейчас вот я объясняю откуда возьмется второй как поправить определение так чтобы оба куска были вот ну и значит да здесь мы заметили еще что что вот это вот требование что все эль матрицы в каждом узле вырождены приводит к серьезным ограничениям а именно что все параметры неоднородности должны быть одинаковые равны нулю и каземеры орбит сидящих в каждом узле должны быть тоже друг другу равны в итоге вот условия что определители равны нулю точка просто равняется это ну или ему же сознать сильно конкретизирует всю конфигурацию но это еще тоже не все вот так сейчас что-то у меня тут все вылетело вы меня слышите сейчас да да слышу да что-то у меня почему-то включился экран зума хорошо ну вот теперь мы находимся на той стадии вот я объясняю как вас не видно сейчас да не видно да да хорошо сейчас так а теперь видно да 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 хорошо вот да значит вот смотрите нам да вот давайте вот вот на этом месте мы остановились еще раз вот вернемся вот сюда вот мы сейчас хотим заработать вот дважды подчеркнутый кусочек как нам это можно сделать смотрите вот первый кусочек вот этот логарифм бета и альфа и минус один взялся вот вот из-за такого эффекта да что все или были вектор на к вектор ну и соответственно вот бета н умножился на альфа и минус один и так далее нам еще нужно все то же самое только когда альфа и бета поменялись местами это возникнет вот эта ситуация если бы у нас вместо т был бы обратный т обратный смысле обратного порядка то есть если бы вот вот с такой стрелочкой назад я его напишу то есть если бы вот в этой конструкции как я сейчас рассказывал мы сначала брали обратный порядок от лентого к ль первому а здесь нам требуется изменить порядок то есть тогда написать от ль первого к лентому тогда здесь был бы альфа один бета один потом альфа два бета два и так далее альфа н бет н и мы бы объединяли уже вот такие между собой бета и альфа у которых индекс бета был бы на единичку меньше вот как как здесь написано во втором слагаемом но вот как нам заработать этот самый обратный порядок вот чтобы заработать обратный порядок мы используем еще один трюк и вот о нем я как раз начал рассказывать чтобы заработать обратный порядок мы замечаем что трансферматрица вот пусть у нас есть трансферматрица в точке z а теперь напишем ее даже не трансферматрица а матрица мандромий пока что напишем ее в точке минус z то есть это произведение вот в том же порядке исходно какой был но от минус z теперь замечаем что каждый л и ты от минус z входящий в произведение записывается вот в таком виде это просто свойство вот нашей модели нашего вот этого лакса что вот он поскольку вот такой простой тут буквально с и ты в качестве коэффициента перед спектральным параметром стоят то тогда вот можно этим воспользоваться и этот минус зашифровать вот в виде сопряжения с помощью сигма-2 и одновременном транспонирование вот вот таким образом мы это записали ну тогда если мы теперь будем считать след t от минус z и подставим господи все время он влетает и подставим сюда то что написано вот смотрите вставляем значит сигма-2 l n3 от z транспонированный из сигма-2 умножить на сигма-2 l n-1 от z транспонированный сигма-2 и так далее сигма-2 l 1 от z сигма-2 или один тоже транспонированный и вот это вот выражение да и здесь еще надо след написать значит под следом во-первых ясное дело что все сигма-2 сократятся потому что они в квадрате равно единице это с одной стороны а с другой да ну и тогда вот останется ленты транспонированный или лен с один транспонированный и так далее l1 да и все это от z уже просто транспонированный а значит мы это записываем как теперь в обратном порядке да транспонирование транспонирование от произведения есть произведение транспонированный в обратном порядке вот а к тому же еще при взятии следа транспонирование не важно поэтому вот то что мы получаем здесь это произведение или просто в обратном порядке значит да и равно трейс ну вот как бы написать след мандромии в обратном порядке но это вот получилось только благодаря вот такой значительной симметрии которая есть в задаче то есть вот которые заложены в этой матрице лакс ну хорошо вот и раз она есть да кроме того мы тоже знаем еще помним что вот условия наше на то что все определители одновременно равны нулю не зависит от знака z значит тогда мы можем взять в качестве производящей функции гамильтаниана в качестве производящей функции гамильтаниана да вот сначала мы во первых мы можем взять вот такой объект вот trace t от z trace t от минус z а теперь еще положим z равное вот этой конкретной точке в которой все вырождено все вырождено и тогда еще после этого возьмем ее логарифм и вот это и будет локальный дискретный гамильтаниан вот он оказывается так довольно хитро устроен то есть это я вот еще рассказываю для того чтобы вы понимали что вот вроде бы такая простая физически осмысленная модель локального взаимодействия как модель Гизенберга непрерывный магнетик она в этой схеме интегрируемых цепочек матричного описания и так далее она присутствует но присутствует в таком довольно неочевидном что ли виде вот этот поток отвечающий локальному взаимодействию его еще надо тут обнаружить ну и вот благодаря вот этой вот конструкции мы в конечном итоге получаем то что хотели хотели мы вот вот эти два слагаемых для того чтобы чтобы иметь след от элитова и минус первого вот а после этого надо еще брать отдельно непрерывный предел то есть нужно уже вводить вот эти вот поля вводить дискретизацию устремлять количество узлов бесконечности и это вам тогда даст гамильтониан вот который есть след с x x играл подыть если это поля на окружности вот ну это то же самое что след с xx знак минус частную производную в смысле производную перекинуть можно по частям вот ну да и это ответ вот он тут с точностью до коэффициента некоторого еще с точностью до константа вот этот вот ответ для гамильтониана локального взаимодействия которые даст уравнение уравнение магнетика Гейзенберга уже непрерывные теперь интересный вопрос в связи с этим а как посчитать посчитать интеграл движения в полевом случае вот напомню что в обычном случае ну и вот только что мы это обсуждали что из уравнения лакса следовало что давайте так из уравнения лакса когда у нас было такое уравнение следовало что гамильтониана это например следы степени лакса законосохранения спрашивается теперь какие законосохранения какие законосохранения и как их посчитать уравнение нулевой кривизны это уравнение дту минус дxv равняется коммутатор усв ну и можно их тоже обозначать лим это просто чтобы не путать сравнение милакс который в механике даже если или ухи имеют один и тот же вид это все-таки не совсем одно и то же в одном случае с это набор перемен там матрицы с элементами просто сконечно мерного фазового пространства а здесь у эта матрица из полевых переменных да ну вот как посчитать законы сохранения здесь вот об этом я хотел рассказать еще сегодня как раз мы это сейчас надеюсь успеем сделать ну по крайней мере в каком-то виде а что не успеем тогда в качестве упражнения останется так во-первых смотрите да ну вот что мы что еще надо понимать что давайте перед всеми производными по иксу будем ставить параметр к просто для удобства по сути степень к считает количество производных значит вот что здесь написано здесь написано вот это вот уравнение в каком смысле оно уравнение нулевой кривизны вот в таком что здесь прям буквально написано следующее коммутатор двух связностей одна вдоль времени другая вдоль пространства с координатой x в нашем случае это окружность вещественная вот этот коммутатор равен нулю значит мы тогда понимаем что есть скалибровочная симметрия раз связности у нас нулевая кривизна то значит вот мы можем связность как-то действовать сопряжением и тогда будет получаться к dx плюс u' и u' будет равняться f-1 uf да плюс f-1 k dxf вот обычное калибровочное преобразование так вот да давайте вот рассмотрим два на два случая именно вот ровно тот который отвечает магнетику Гизенберга что Андрей Владимирович можно спросить вот вот эти вот уравнения ну вот нулевой кривизны они ну вот в этом случае будут ну то есть я не знаю насколько это к месту но будут ли они условием совместности какой-нибудь системы вспомогательной или или это здесь или это не про то ну нет почему про то это так всегда вы можете интерпретировать коммутативность вообще если у вас есть вот система уравнений там а а psi равно нулю да и b psi равно нулю ну тогда вот эти уравнения совместны если а и b коммутируют правда ну вот в этом смысле вы можете написать вот взять тут а равное к dx плюс у а b равное dt плюс v ну и в этом смысле условия совместности этой линейной задачи это и есть вот уравнение нулевой кривизны вот то есть это ну это просто вот уравнение на так сказать на плоское сечение вот да хорошо значит вот в случае два на два можно использовать вот эту вот калибровочную свободу так что вот да значит у нас у и в это два на два матрицы бесследовая ну мы прям конкретно даже знаем что это вот один назад на матрицу с да то есть на матрицу два на два вот такого вида вот где все эти еще от поля ну впрочем даже вот то что я сейчас буду рассказывать конкретно к этой не обязательно то есть она в более общем случае работы для в принципе для произвольного это скорее такая более смысле это некий аналог вот утверждение о том что следы степени L для уравнения лакса есть закон сохранения вот здесь ну так формально мы могли тоже сказать а как ну вот у нас теперь вместо L дифференциальный оператор вот как что значит посчитать след дифференциального оператора потому что тут вот такое рассуждение уже не пройдет со следами L степени к потому что мы там пользуемся тем что под следом там можно циклически переставлять да и что след коммутатора равен нулю след коммутаторов дифференциальных операторов совсем не обязательно равен нулю мы понимаем что dxx равен единице коммутатор и поэтому если мы возьмем след то вот значит след коммутатора нулю не равен бесконечно верным случаем поэтому вот рассуждение с классической механики конечно верное оно в полевом случае не пройдет нам нужен какой-то другой рецепт для вычисления законов сохранения ну вот сейчас мы он не очень простой но вот сейчас я попробую его рассказать как это можно делать значит во-первых мы можем воспользоваться вот тем что ну что вообще это называется редукция дренфильда циклового ну вот в случае два на два это довольно простое утверждение что что вот используя вот эти калибровочные преобразования можно привести там любую матрицу можно привести к такому виду используя калибровочные преобразования вот у мы можем перевести в у-штрих который будет иметь вид 0 1 т 0 вот где-то там какой-то вот какое мы сейчас скажем ну давайте даже и напишем действительно какой т значит вот такое утверждение упражнения ставим это в качестве упражнения что если вы возьмете произвольное у а после этого примените ф прибровочное преобразование которое будет устроено вот так вот так вот такое преобразование треугольное вот то действительно вы получите вот в результате калибровочного преобразования вот такой вид которым т будет следующей формы у у1 1 квадрате плюс у2 1 у1 2 это как раз понятная часть да это там что-то вроде детерминанта со знаком минус детерминанту у2 дальше вот будут еще члены которые содержат производные к у1 1 до x у1 2 0 1 2 минус к dx у1 1 минус 1 2 к квадрат до 2 x у1 2 1 2 и еще плюс 3 четвертых к квадрат до x у1 2 0 1 2 квадрат вот вот такое выражение получится если это проделать но нам даже сейчас по крайней мере в данный момент не так важно какое это выражение важен сам факт что вообще вот к такой форме с помощью калибровочного преобразования матрицу можно перевести вот мы сейчас этим воспользуемся и как раз мы напишем линейную задачу то есть вот вот линейная задача которую вы меня только что спрашивали это одна это вторая вот давайте считать что здесь у мы уже привели к тому самому виду да ну и кроме того мы подразумеваем что условия совместности выполняется до что то есть что они коммутируют то есть что уравнение нулевой кризис выполняется до того минус кдx вы равняйте коммутатор усвоя вот собственно наша так сказать наши исходные данные так ну давайте тогда вот просто конкретно в этом случае напишем что получается вот значит из первой системы из первой системы если вот это вот у подставить вот сюда значит что получится получится k dx c1 равняется минус c2 в первой компоненте а во второй компоненте kdx c2 равняется минус t c1 это вот первая система да ну а вторую пока мы сейчас не будем писать чуть позже выпишем пока что вот посмотрим на это повнимательнее ну во первых давайте еще раз подействуем dx вот на первое уравнение вот еще раз dx подействуем и на левую часть и на правую часть и вот в правую часть тогда получится производная c2 эту производную подставим из второго уравнения тогда легко увидеть что отсюда следует что все один есть решение уравнения шредингера то есть все один есть решение стационарного шредингера с потенциалом вот который дается буквой т дальше что мы хотим с этим делать дальше мы сделаем такую замену все один обозначим вот вот так от какого-то x нулевого dx и от y до y тогда значит это сделано для чего для того чтобы сказать что вот значит к dx все один равняется капа извините хи на все один вот хи этот на самом деле который вот здесь стоит появляется из желания иметь вот такое соотношение то есть хи это алгоритмическое приводное все один вот ну и тогда если у нас есть вот такой хи и мы его подставим все один вот сюда то из уравнения шредингера получится уравнение рекати уравнение рекати на хи до x хи плюс хи квадрат минус т так вот утверждение которое мы собираемся увидеть состоит вот в чем утверждение что h от z есть интеграл по x вот от этой хи от решения уравнения рекати это есть производящие функции интегралов производящие функции гамильтониан ну то есть законов сохранений вот даже что мы должны доказать как мы это собираемся проверять что в полевом случае надо понимать под законом сохранения что d когда величина какая-то сохраняется мы что имеем ввиду что dh 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 dt равно нулю но тогда у нас должно быть что dt хи вот это должно равняться нулю а это означает что вот здесь просто я хочу сказать что может быть dt хи не обязана буквально равняться нулю она может быть полной производной отчет да то есть мы должны нужно доказать нужно доказать что dt хи равняется dx отчет если мы это докажем то это будет эквивалентно тому что вот такая величина действительно есть производящая функция гамминтониана вот ну а значит это в принципе делается ну прямолинейно ну так очень сложно нужно просто внимательно все написать давайте вот еще раз значит ну так дать набросок что ли доказательства вот из системы 1 которая у нас была dx плюс 0 1 t 0 вот на psi 1 psi 2 равно нулю вот отсюда мы что значит еще раз скажем что мы увидели что да мы во-первых там ввели букву хи да букву хи еще раз напишем что это k cx psi 1 равнялась хи psi 1 psi 2 а сейчас давайте вспомним psi 2 да вот у нас psi 2 равнялась тоже минус только точнее не тоже минус а тоже производный но psi 1 по x ну со знаком минус вот это мы тоже давайте где-то зафиксируем что psi 2 есть тогда минус хи psi 1 так а теперь у нас еще была система 2 система 2 была такая что значит dt плюс ну вот в матрице в она какого-то произвольного вида единственное что мы предполагаем что все наши матрицы из-за следует то есть исследуем вот какого-то такого вида матрица все 1 все 2 равно нулю так теперь ну давайте собственно эти уравнения и напишем да то есть это что да там вот psi 2 равно минус хи psi 1 это там наверное dx или или я путаю или именно так и должно быть ну вот psi 2 равнялась минус сейчас вот смотрите вот из первой системы получается что что psi 2 равняется минус здесь вот к еще минус k dx psi 1 так а dx k dx psi 1 в свою очередь равняется k psi 1 да все понятно спасибо вот так значит вот эти вот уравнения теперь пишем d ну надо просто вот аккуратно их написать точно так не равно а плюс v1 1 psi 1 плюс v1 2 psi 2 равно 0 это раз уравнение а второе уравнение dt psi 2 плюс v 2 1 psi 1 минус v1 1 psi 2 равно 0 вот два уравнения теперь давайте сюда подставим psi 2 выраженная через psi 1 и капа ой не капа хи так тогда вот эта же система перепишется как подставляем сюда вот сюда например psi 2 и делим все на psi 1 тогда что получится получится dt psi 1 разделить на psi 1 плюс v1 1 так и минус kv1 2 dx x1 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 уравнение dt psi 1 на psi 1 равняется так чему-то минус 1 минус минус 1 2 2 2 уравнения уравнение пока не трогаем вот это вот лучше мы вот это же уравнение еще вот еще раз его перепишу все один на все один равняется вот теперь вот это отношение dx все один на все один заменим на накапку получится минус в 11 плюс к пахи на хи в 1 2 вот это то что мы получили из первого уравнения вот этой вот системы так а теперь вот посмотрим на второе уравнение второе уравнение у нас во втором уравнении нам еще для начала надо написать что такое дт си 2 значит об сити 2 у нас это минус хи все один да то есть это есть минус хи с точкой все один минус хипси один с точки вот а должно это равняться давайте так вот еще напишем напишем минус дтпси 1 значит минус дтпси 2 это минус вот это же выражение то есть хи с точкой все один хипси один с точкой равняется равняться должно вот потому что здесь написано подставляем то что здесь написано получается ну собственно даже не представляем пока переписывали просто минус в 11 все два давайте перепишем плюс в 21 все один да а вот теперь теперь уже подставим все два сюда по определению через хи и все один получится хи так правильно хи в 11 плюс в 21 все один так да вот значит вот это равно вот этому отсюда мы делаем вывод что хи с точкой хи с точкой можем отсюда найти деля все на все один равняется минус хи все один с точкой на все один плюс в 21 плюс хи в 11 а теперь а теперь а теперь вот сюда мы подставим вот ранее найденное отношение вот дтпси 151 вот так вот стрелочку нарисуем мы вот сюда вот это выражение подставим получится минус хи на хи в 12 минус в 11 плюс в 21 плюс хи в 11 это все вместе даст минус хи квадрат в 12 плюс в 21 плюс 2 хи в 11 так да ну и давайте вот здесь еще раз прям напишем значит вот пока что мы пришли вот вот к такому промежуточному уравнению в принципе это уже почти все единственное что нам остается нам остается значит вспомнить про уравнение нулевой кривизны из него давайте вот вернемся ближе к началу вот значит наша задача их совместность это уравнение вот теперь нам это уравнение нужно писать для конкретного у который имеет вот такой вид давайте напишу просто значит во первых я скажу какое нам нужно уравнение нам нужно ну давайте вот давайте напишем так как оно должно быть как оно должно выглядеть для элемента 11 крады x в 11 равняется в 12 в 21 минус в 12 у 21 да теперь у нас в нашем случае у 11 равняется 0 у 12 равняется 1 и у 21 равняется т так вот используя это мы тогда видим что здесь написано вот что что минус к дx в 11 равняется дx в 21 минус в 12 т это вот одно уравнение значит в элементе 12 получится к dx в 12 равняется 2 в 11 1 да в элементе 21 получится к dx в 21 равняется минус 22 2 т в 11 да хорошо сейчас нет наверное секундочку в элементе 21 наверное не все да в элементе 21 еще будет производная по времени здесь вот вот производная по времени тоже должно быть вот во всяком случае в элементе 12 да потому что в элементе 12 здесь у стоит единичка поэтому производная по времени точно будет 0 да вот в элементе 12 вот так так теперь так теперь смотрим 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 что у нас получается вот мы хотим продолжить вот эту вот запись так 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 давайте продолжать значит минус хи квадрат в 12 вместо в 21 мы выразим в 21 вот здесь вот вот из этой вот формулы из компонента 11 уравнение нулевой кривизны тогда что тут получится то есть вот отсюда в 21 равняется минус 1 к dx в 11 плюс в 12 т вот мы теперь вот этот в 21 подставим вот сюда и вот я его здесь дальше пишу значит минус к дx в 11 плюс в 12 т Так, и у нас еще остается 2 хи на v1.1. Вот мы сделаем так. Мы хи оставим, а 2 v1.1 подставим вот сюда. И тогда получится хи умножить на k dx v1.2. Так, вроде правильно. Вроде правильно. Так. Да, значит, смотрим, что у нас в итоге получилось. А, да, значит, что еще нам нужно сделать? Нам еще вот эти слагаемые нужно... Нужно объединить, вспомнив вот что. Что исходно наша капа удовлетворяла уравнение Рикатти. Нужно еще вот сюда вот отмотать. Вот вспомнить про уравнение Рикатти. Из него следует, что k dx хи равняется t минус хи квадрат. И вот это вот t минус хи квадрат у нас вот здесь появился. И поэтому... И поэтому я хочу сказать, что мы вот получим такой ответ. k dx v1.1. Это вот это мы переписали. А вот эти три слагаемых мы... Они объединяются вот в такое выражение. Хи v1.2. Вот когда производная действует на v1.2, мы получим вот это. А когда производная действует на хи, то мы пользуемся вот этим самым уравнением Рикатти. Пользуемся вот этой формулкой. Ну вот. То есть тем самым мы... показали, что действительно у нас получится полная производная. вот от этого... Вот от какого-то выражения на самом деле нам не очень важно, какое. Но важно, что... Это все мы расписывали. Я напомню, хи с точкой, да? Это все равнялось с хи с точкой. Ну, то есть мы утверждение наше доказали. Мы доказали, что хи действительно производящие функции интеграл движения. Точкой интеграл теперь от хи будет производящие функции интеграл движения. Но для того, чтобы... Значит, для того, чтобы что-то явно посчитать, нам вот... Ну, нужно раскладываться. Нужно раскладываться по спектральному параметру. В принципе, давайте я еще тоже с двух словах хотя бы скажу, как это делается сейчас. У нас уже время, конечно, кончилось. Ну, так, я уже сейчас много не займу. Вот в нашем случае, конкретно в нашем случае, например, как посчитать вот тот гамильтониан магнетика Гейнберга. Вот у нас там У имел вот такой вид. Вот мы можем привести этот У калибровочным преобразованием к вот такому и Т посчитать, так, как он там написан. Вот такая длинная формула. Но нам в том Т, который там написан, важны в том числе еще и коэффициенты разложения. То есть нам надо представить, вот мы, допустим, если будем раскладываться по Z в окрестности нуля, то тогда вот надо смотреть на коэффициенты, которые будут получаться. Вот там, поскольку выражение для Т начинается с детерминанта У, то вот, ну там, с минус детерминанта, то Т, как функция от Z, будет начинаться вот с полюсов второго порядка, будет с полюса первого порядка, это там член нулевого порядка и так далее. Значит, Т и Хи связаны через уравнение Рикати. Там вот Хи квадрат, ДТ и ДХи участвуют в нем. Поэтому если у Т полюс второго порядка в нуле по Z, то это означает, что Хи начинается с полюс первого порядка. Ну и дальше все коэффициенты там присутствуют. Ну вот, и после этого нужно использовать это разложение, взять это разложение в окрестности нуля по Z, подставить его в уравнение Рикати и приравнивать коэффициенты при всех степенях Z. Тогда мы увидим, давайте так, из уравнения Рикати получим, что Хи минус 1, вот этот коэффициент в квадрате, есть просто Т минус 2. Это вот получится из уравнения Рикати в качестве коэффициента перед 1 на Z квадрат. Следующее условие свяжет, даст вам Хи 0. Вот мы считаем эти самые Хи, как функции от коэффициентов, от разных коэффициентов Т, потому что вот Хи, это как интегралы от Хи, это и будут законы сохранения. Вот Т минус 2 будет равняться прям буквально лямбда в квадрате, потому что это будет просто вот детерминант, детерминант У, детерминант У выражается через детерминант С. То есть буквально лямбда в квадрате, та самая константа, которая определяет орбиты, полевая переменная С. Следующий коэффициент, Хи 0, будет вот так устроен, напишу ответ, это просто минус, это К, ДХ, Хи минус 1. Вот в нашем случае это производное равно нулю, если вот эта вот константа. Вот, значит, Хи 1, например, есть 1 на 2 Хи минус 1, Т0 минус Т минус 1 в квадрате на 4 Т минус 2. Вот из уравнения Рекати будет следовать такой набор соотношений. А Т, вот мы по той сложной формуле, которая исходно была написана, тоже можем получить. вот для магнетика будет Т минус 2, просто минус детерминантом, Т минус 1 будет вот таким, например, выражением. Вот, а Т0 вот таким. вот это нам дает, вот скажем, зная Т минус 1, мы знаем Хи 0. Если повесить сюда интеграл, ну вот это вот, вот это вот, этот вклад исчезнет, потому что это полная производная. То есть, Т минус 1, интеграл от Т минус 1, это уже какой-то закон сохранения. Вот окажется, что интеграл от Т минус 1 гамильтанин, на самом деле, на самом деле, есть такой гамильтанин, который осуществляет производную, вот, как бы его правильно было бы назвать, импульсом. То есть, вот этот гамильтанин так устроен, что скобка с ним есть просто производная. Вот, можно это проверить. Где П есть сейчас, может быть, со знаком, со знаком минус, нет, вот здесь вот у нас Т минус 1, со знаком плюс, да, чтобы здесь был плюс, надо П взять, по-моему, тогда минус, что ли, наверное, минус, минус Т минус 1, то есть будет минус К С1, 1, ДХ С2 на С1. Вот, например, такой, вот, а Т 0, который вот, вот вроде бы, вот эти вот какие-то слагаемые, непонятные, Т 0 будет устроен так, что в результате из этого Т 0, вот через эту формулу, для Хи 1, вот если написать, этот вот Гамильтинян, который есть интеграл от Хи 1 ДХ или что то же самое интеграл, так давайте вот аккуратнее немножко напишем, не буквально Т 0, а нужно взять, а не там может быть буквально Т 0, да, Т 0, вот так прям, как и здесь написано, Т 0 минус Т минус 1 в квадрате на 4, Т минус 2, вот если его посчитать, там кое-что по частям проинтегрировать, то получится в итоге интеграл от следа СХ, СХ. То есть вот этот вот Хи 1 в конечном итоге и даст вам тот самый Гамильтинян взаимодействия магнетики Гизенберга. Вот, но здесь нужно просто самому аккуратно посчитать, вот я надеюсь, что в том, так сказать, рассуждении, которое я показал, видно, видно, как это делалось, но там для того, чтобы проверять конкретное утверждение, но это каждый должен сам на листочке посчитать и проверять. Ну вот, давайте на этом тогда сегодня закончим. Субтитры создавал DimaTorzok